МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время Ахтубинских новостей. В студии Татьяна Фомина. И вот главные темы выпуска. Все народы России должны жить в мире и согласии. При главе Ахтубинского района начал действовать этноконфессиональный совет. Сегодня прошло его первое заседание. С ЕГЭ успешно справились. Родители Ахтубинских учеников сели за парты, чтобы сдать экзамен по русскому языку. Тестирование проводилось на базе трех школ района. С крышкой и на колесиках в Ахтубинске появились новые мусорные контейнеры. Новатором выступила управляющая компания «Горница». Коммунальщиков поддерживают депутаты. Спортивные объятия Ахтубинской весны. Около ста спортсменок из городов Южного Поволжья выступили на первенстве Ахтубинска по художественной гимнастике. Сегодня состоялось первое заседание этноконфессионального совета при главе администрации района. Задача объединения, содействия гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепления единства народов. Развитие темы у Елены Петченко. Это орган совещательный. Он создан с целью взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными, казачьими, национальными обществами и объединениями, а также с целью содействия и укрепления этноконфессионального мира и согласия на территории района. В состав этноконфессионального совета вошли представители национальных обществ и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, религиозных организаций, главы муниципальных образований района, а также представители образования и культуры нашего Ахтубинского района. Собравшиеся сегодня в конференц-зале районной администрации утвердили положение об этноконфессиональном совете при главе муниципального образования Ахтубинский район и перешли к вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде. Экстремизм и крайнее его проявление терроризм в настоящее время обоснованно считаются глобальной проблемой человечества, охватившей многие страны и регионы. Особую тревогу вызывают участившиеся в последние годы проявления экстремизма в молодежной среде, многочисленные примеры негативного информационно-психологического воздействия на подростков и молодых людей со стороны лиц и группировок экстремистской направленности. Докладчиками по этому вопросу выступили представитель православной церкви и имам Ахтубинского района. Сложности социально-экономического развития России и переоценка ценностей вызывают у определенной части молодежи чувство утраты жизненной перспективы и приводят к проблемам самоиндентификации. В условиях отсутствия должного воспитания, образовательного и культурного уровня, жизненного опыта, часть молодых людей становится на путь антисоциального поведения, совершает правонарушения и преступления экстремистской направленности. Они пребывают в большом информационном поле, когда беспорядочный поток информации в интернете, и наша молодежь в силу своего отсутствия критического анализа очень часто становится подверженцами, подвигается разного рода каким-то экстремистским. Это не самый религиозный экстремизм, но как и терроризм на сегодняшний день это одна из бед или, можно сказать, страшнейших болезней, которые могут поражать разум человека. Мы одна, единая семья, и вот ненависть и противостояние быть не должно. И если у человека есть истинная вера, никакого экстремизма этого понятия не должно быть. Именно подрастающее поколение России оказалось самой незащищенной в культурном отношении категории населения, которое находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме. Члены этноконфессионального совета будут собираться раз в квартал, но работать сообща по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде они готовы постоянно. В этом полезной окажется не только поддержка представителей религиозных конфессий, но и молодежных структур, а также спортивных и культурных учреждений. Еще на этом заседании состоялся разговор о состоянии миграционной ситуации в Ахтубинском районе и профилактике правонарушений на национальной почве. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ. Пластиковые мусорные контейнеры с крышкой. О них сегодня мечтают многие жители Ахтубинска. С тем, как сегодня обстоят дела со сбором мусора, горожане недовольны. Практически все мусорные контейнеры старые, деформированные, многие дырявые. Они скорее уродуют облик города. К тому же часть контейнерных площадок должным образом не обустроена. К некоторым не подойти, не подъехать. О том, что решать мусорный вопрос необходимо, говорится давно. И вот, похоже, проблема с мертвой точки начинает сдвигаться усилиями управляющей компании «Горница». «Горница» приобрела четыре новых пластиковых контейнера с крышками, у которых предусмотрено ножное открывание. То есть никто не будет трогать крышку руками. Приобрели мы их для жителей домов, которые расположены по адресам Стогова, 4. «Бахчеванжи» 15 и «Буденова» 5. Во дворе стоят мусорные баки неприглядного вида. Без конца мусор рассыпается, разлетается, разносится собаками. И поэтому локально для этого двора мы приобрели четыре контейнера. Объем их 1,1 куба. Мы направили письмо в администрацию МО «Город Ахтубинск» с просьбой принять их у нас в безвозмездное пользование. Потому что контейнеры должны приобретаться администрацией города или региональным операторам. Но мы понимаем, что финансовое состояние администрации не позволяет осознастить весь город современными контейнерами. Поэтому мы решили сделать первый шаг и надеемся, что в ближайшее время будет между нами подписан акт приема-передачи. Администрация примет их на свой баланс и мы их установим вот по этому адресу. Мы бы хотели и дальше продолжить эту работу на других контейнерных площадках. Потому что та частота, которую мы соблюдаем на придомовых территориях, зависит еще от того, как разлетается мусор с этих контейнеров. Для нас это проблема. Если к нам присоединятся другие управляющие компании, я думаю, что оснастить город такими современными контейнерами мы сможем в большем объеме. Мы все бываем в Астрахани. И в Астрахани эти контейнеры мы видели на разных контейнерных площадках. То есть в Астрахани региональный оператор вывоза мусора из таких контейнеров уже давно занимается. И мы хотим, чтобы региональный оператор нас услышал. И в городе Ахтубинске появилась та машина, которую эти контейнеры будет вывозить. В управлении компанией горнится около 40 многоквартирных домов, преимущественно в центральной части города. Однако жители окраин тоже грезят о современных удобствах. Я живу в заречной части города, это Петропавловка, поселок Речников. У нас там стоят контейнеры без ограждения, без подставок. Мы тоже хотим, чтобы у нас было в заречной части удобные площадки, новые контейнеры стоят. Они такие, которые сейчас у нас там находятся. И желательно, чтобы они не в воде стояли. Двумя руками за старания компании горница готовы поддержать многие Ахтубинцы, в том числе народные избранники. Наверное, надо менять подходы к мусорным площадкам и контейнерам. По новым санитарным нормам должны быть контейнеры правильные, с крышкой, должны быть на забетонированной площадке, с ограждением, еще и сверху с крышей. Допустим, мы не можем себе позволить сейчас такие большие затраты, потому что в основном это компетенция на муниципалитет. Но, видите, некоторые сознательные люди, как управляющие компании, берут на себя ответственность. А почему бы и нет? Мы живем в этом городе, мы должны сделать его красивым. Мы должны, в конце концов, что-то придумать, чтобы тут навести порядок. Поэтому администрация должна быть инициатором вот этого объединения людей, сделать их всех единомышленниками в этом плане, решить проблему с контейнерами и договориться с регоператором. Вперед в прошлое! Родители Ахтубинских школьников вновь окунулись в процесс сдачи экзаменов. Около 30 мам и пап проверили свои знания по русскому языку. И на 90% справились, говорят специалисты. Вчера на базе Ахтубинских школ работали три пункта сдачи ЕГЭ для родителей. Наша съемочная группа побывала в школе номер 6. Анна Фадина с подробностями. Результаты экзамена зависят не только от знаний учащихся, но и от его психологического настроя. И вот такой психологический настрой, как правило, закладывается в семье. И чтобы родителям разъяснить ситуацию, связанную с проведением экзамена, мы проводим апробацию ЕГЭ по русскому языку с участием родителей. Здесь все по-взрослому. Процесс максимально приближен к реальности. Началось все с прохождения металлодетектора, сдачи личных вещей, телефонов в так называемой грязной зоне. Такая процедура способна пошатнуть эмоциональное равновесие даже взрослого человека, потому что уже в этот момент и со всей силы убеждаешься в серьезности и строгости происходящего. Кстати, на ЕГЭ с собой можно пронести черную гелевую ручку, паспорт, бутылку воды и шоколадку. Дальше под учительским контролем всех проводят в подготовленную аудиторию, оснащенную камерами, где уже порядком взволнованы родители рассаживаются на закрепленных за ней местах по одному. Цель каждого из них первыми пройти это испытание – узнать атмосферу ЕГЭ изнутри, чтобы в будущем поддержать своих детей и помочь им пройти его максимально мягко. И чтобы он не боялся экзамена. В 70-м классе ему еще все впереди. Он еще ни разу не сдавал ни ЕГЭ, ни ОГЭ. ОГЭ в прошлом году у нас повезло, не сдавали мы. Поэтому у нас все впереди. Нужно серьезно относиться к этому. Чувствую себя хорошо. Единственное, что ждать долго. У меня 11 класс ребенок заканчивает. Хочется проверить эту атмосферу, проверить свои знания тоже. Будем писать, ждать результаты этого ЕГЭ. Дети ведут себя намного спокойнее. Не так сильно волнуюсь, утверждают организаторы. Ко многим из правил они привыкают в ходе тренировочных испытаний. Все расписано по минутам. Проводится инструктаж по правилам поведения и выполнению заданий. Ровно в назначенное время вскрывать бумажный конверт и вперед. Учитывается все до мелочей. Писать только печатными буквами, ничего не зачеркивать, знаки, пунктации не ставить. Каждая буквка должна быть в ходной клеточке. Еще много разных нюансов. Задания для родительского ЕГЭ из реального госэкзамена. Только в сокращенном варианте. Экзаменационные предметы каждый год разные. В этом году они выполняют задания по русскому языку. Результаты родители могут узнать в течение 15 минут после окончания экзамена. Несмотря на строгие контроли, максимально четкую организацию, чувствуется доброжелательное отношение. Все направлено на то, чтобы помочь участникам и поддержать. Хотя на первый взгляд атмосфера и напряженная. Анна Фадина, Антолий Калинкин, Юлия Ваховская, Ахтубинск ТВ. На прошлой неделе работники сферы культуры отмечали свой профессиональный праздник. Самые лучшие были удостоены наград. Преподаватель районной детской школы искусств имени Милия Балакирева Александр Иванович Гужелин свою награду получил из рук губернатора. С чем его, конечно же, поздравили коллеги. К этим поздравлениям присоединяемся и мы. Самые добрые вам пожелания, Александр Иванович. Спасибо. Эта почетная грамота лично вручил вам Игорь Бабушкин. Да. Мероприятие проходило в Большом театре, в новом построенном. Музыкальный театр? Музыкальный театр, да. Там опера и балета. Здание очень прекрасное. Ну, я был в Большом театре наподобие этого что-то московского. Очень красивое, вообще, такой центр культуры. Губернатор поздравил, в частности, меня. После губернатора поздравил Огуль, депутат Госдумы. И Мартынов. Председатель Думы Астраханской. Да, Астраханской. Какие-то особенные пожелания прозвучали в ваш адрес? Что говорил вам губернатор? Ну, он, приветственные слова, он, как всем, он говорил, что это хорошо, что у нас такие люди есть и прочее, прочее. Ну, как обычно. Как хорошо, что у нас такие люди есть, сказал губернатор региона. А знаем-то мы о вас, Александр Иванович, ну, немного о том, что вы преподаете музыку в школе искусств, учите детей играть на различных музыкальных инструментах. Есть свой коллектив, духовой оркестр. Насколько талантливы ваши ученики? Вы знаете, мне, наверное, в жизни повезло. Вот я серьезно говорю. Ну, с 96-го только в этой школе. Ну, в принципе, самая такая яркая деятельность была вот в этой школе. У меня много лауреатов было, сколько, 11 лауреатов только. Я уже не считаю таких местных, там, международные, это, всероссийские и областные. Конкурсы высокого уровня, да? Да, высокого уровня, да, конкурсы. Потом ансамбль. У меня, духовой оркестр, у меня пять раз был лауреатом областного конкурса. Одни дети играли, там, взрослых даже не было вообще. Ну, это еще Прибахарев это все было. Вот, Кавеев был еще. Это дирижер военного оркестра? Ну, бывший, да, дирижер, да. Вот, потом у меня свой впервые, вот в области такого и не было никогда, да не только в нашей области. Детский джазовый ансамбль «Дикселент». Он у меня гремел, так, лет пять, например, лауреатом был, да. Вот тогда у нас, нам даже предлагали как-то за границей, ну, в Человакии, по-моему. Но, ввиду того, что мы не нашли деньги, тогда не получилось ничего. Как жалко, что иногда все в жизни упирается в деньги, а вот те ваши талантливые ученики, они дальше пошли по вашим стопам, у них какой-то музыкальный путь? Сейчас скажу. У меня семь учеников поступили, это престижное музыкальное училище, Суворовское, Московское. Двое уже дирижеры, один заканчивает дирижером будет. Потом много у меня музыкантов, вот в частности полуоркестра у меня в нашем военном оркестре, ученики. В Волгограде много учеников, в Астрахани, в Морском оркестре. Ну, короче, у меня... По всей стране? Ну, почти да. По всей стране ваши ученики, вы, наверное, гордитесь ими. А как научить ребенка любить музыку, чтобы дальше он только раскрывал свой талант и радовал потом всех? Ну, задача педагога, я думаю, в том, чтобы не упустить их таланты, не упустить. Есть, конечно, дети разные, ну, тут терпение, наверное, там прочее. Но вот эти, которые талантливые, их надо не упускать. Вот это важная задача. Ну, мне повезло, говорю, очень много было талантливых детей, прям очень много. И вам повезло, и им с вами повезло. А как давно вы сами в музыке, как пришли в мир творчества? Вы знаете, это было давно еще... В 63-м году я учился в 10-м классе, в Тарашкове, здесь. Еще Юрий Алексеевич Басуров был заучим. Занимался в кружке в Дом культуры духовом оркестре. Курс музыкальной школы окончил, потом забрали в армию. Попал хороший оркестр в ГСВГ в Германии. В Берлине парад у нас был. Есть грамотца от Косыгина еще. Мы тогда на параде играли. Немцы, но у них маленькие, у нас 800 человек было оркестр. Они сыграли, и мы у нас прямо... Министру так понравилось, у него же как-то мурашка по телу пошли от нашей мощи, от этого государства. И он нам, всем, которые участвовали, всем по грамоте выдал. То есть, есть еще грамота подписанная правительством Советского Союза. Да, представитель правительства, да. Вот. Ну, так вот сложилось. Потом сюда приехал, здесь. Хотел на время, на курсах был, в мои поступить. А потом вот этот оркестр затянул, и я опять. Короче, так в оркестре служил здесь. Годы идут, все меняется. Меняется ли музыка для духового оркестра? Ну, немножко, да. Сейчас больше эстрадных вещей. Раньше были только чисто классические, классика, марш и вальс. А сейчас уже эстрада идет, джаз идет. Конечно, меняется. Это хорошо, что музыка меняется? Ну, все идет в ногу со временем. Это даже, возьмите фильмы, театры, постановки. Это как бы созвучно с временем. А ностальгия есть по тем временам, по той музыке? Само звучание духового оркестра меня всегда привлекало. И наживая музыка. И когда вот натурально слышишь звуки вот эти вот, я не знаю, это как бальзам. А в планах тогда что скажите нам, пожалуйста? Возможно, вот сейчас вы... Индивидуально занимаюсь, индивидуально. Просто мне нет сейчас коллектива. Раньше были, у меня было как, вот, ансамбль тромбонистов, тоже лауреаты были. Ансамбль сэкспонистов, ансамбль такой смешанный духовой был, тоже лауреаты были. Женя Семакин, он, мы в Санкт-Петербург ездили. Там из Финляндии были, все. И он второе место занял, как бы, это очень здорово было. Тогда это был мой первый успех. И я очень гордился этим. А не приезжают ваши ученики в Ахтубинск встречаются? Мне было вот юбилей, 75 лет. Вы знаете, как приятно было, когда они видео, прислали видео, как бы, запись из разных уголков, вот это, как бы, нашей России, поздравления делали. Прямо это очень тромно, я тромно был вообще от этим. Это очень приятно. И так они вот на каникулы всегда приезжают, заходят. Это приятно очень. Спасибо, Александр Иванович, что сегодня у нас в студии. Желаем вам больше приятных минут в жизни. Спасибо. Творческих успехов. Спасибо, спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу, и сейчас новости спорта. Юные грацы Южного Поволжья встретились в Ахтубинске на открытом районном первенстве по художественной гимнастике. Спортсменки соревновались на протяжении двух дней. Самые лучшие были удостоены наград. На праздники красоты и изящества побывала наша съемочная группа. Гимнастки от семи лет и старше приняли участие в традиционном турнире по художественной гимнастике «Ахтубинская весна». Соревновались команды из городов Астрахани, Ахтубинска, Волгограда, Волжского городище. Около ста спортсменок демонстрировали физическую подготовку, умение изящно и грациозно двигаться по спортивной площадке, в том числе с гимнастическим предметом. Соревновались команды из городов Астрахани, Ахтубинска, Волгограда, 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 Волгограда. В целом было все неплохо, но, конечно, не есть над чем работать. Мы приехали из Волгоградской области, городище. В принципе, мы все выступили хорошо. У меня лучше всего получилась обруч. Спробовали предмет, обруч, взяли в руки и выступили первый раз с ним. Я тоже с обручем выступала. Конечно, у меня тоже были не по марке, но это первый раз. Впечатление хорошее соревнование, настроение замечательное. Мы старались делать как по программе, как у нас случилось. Вроде вышло неплохо. Любовь к спорту, стремление к цели – эти качества гимнастские продемонстрировали сполна, еще раз доказав, что в жизни все возможно, несмотря на трудности, с которыми порой сталкивается целый мир. В ситуации ковида девочки, конечно, был очень большой перерыв у них. Они долго не выступали. Но хочу отметить, что приехали очень подготовленные девочки. За это время, наверное, все-таки был какой-то период, чтобы подготовиться хорошо. Наши девочки выступили хорошо, мне очень понравилось. Конечно, мы очень переживали, болели за них. Завершили соревнования показательными выступлениями. Зрители смогли вновь насладиться красивыми элементами, гибкостью, грациозностью и артистизмом спортсменок. Влюбленных в художественную гимнастику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а затем церемония награждения. Гимнастки поднимались на пьедестал, светились от счастья, одаривали улыбками всех, кто переживал за них. поддерживал и готов еще не раз в дальнейшем подарить этот удивительный праздник – турнир «Ахтубинская весна». Наши девочки постарались, конечно, да. Ну, кого хочется выделить. Бахолдину Екатерину понравилось, она и судьям понравилась, и мне понравилось, как поступало. Кто еще? Ну, маленькие девочки – Кирченко Аня, Лысенко Афеля. И из города еще очень хорошие дети приезжали, сильные, достаточно уже с лентой, с булавами. Очень интересные выступления показали, очень красивые мастерства очень много у них. Организаторы соревнований надеются, что в следующем году участниц будет еще больше. Пригласительные отправят гимнасткам Саратов, Ростова-на-Дону и других городов Юга России. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, «Ахтубинск ТВ». Свет вышел очередной номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте в выпуске. Пост сдал, пост принял. Депутаты приняли отставку главы Ахтубинского района Алексея Кириллова. Временно руководить муниципалитетом назначен Виктор Татаринов. Водоснабжение, энергетика, приватизация – ряд важных вопросов. Народные избранники обсудили на очередном заседании Совета. В память о первом губернаторе Астраханской области в Астрахани на Аллее Славы установили бюст Анатолия Петровича Гужвина. Ахтубинск спортивный. Юные аэробистки и рукопашники домой вернулись с победами. Весна театральная. Ежегодный фестиваль культуры шагает по району. Своим творчеством делятся поэты, музыканты, театралы. Штрафбат в поисках истины. Продолжение очерка Владислава Лиховаря о непростых путях фронтовиков. И это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова